Пожалуйста, проходите, занимайте свои места. Вы знаете, свои, и я верую, я знаю, что каждый имеет свое место. Мы привыкаем, если сидишь в своем месте, значит, собрание как-то по-своему. Если взять, пересесть на другое место, как-то уже по-другому. Так что, уважаемые, добро пожаловать в собрание святых, в собрание праведников. Я верю, что на этом месте есть много святых, есть много праведников. Аминь. Если кто-то еще не праведник, это сделать просто, повернуть свое лицо к Господу и сказать, Господь, я иду к Тебе, я каюсь. И поверить, то, что Иисус Христос заплатил цену для того, чтобы мы были праведниками. Вы знаете, когда собираются святые и праведники вместе, это очень сверхъестественная сила. Или как сказать, это что-то происходит сверхъестественное, очень сильное. Потому что церковь, это есть тело Иисуса Христа, сам Бог присутствует на этом месте. И значит, на этом месте будет Он проводить свою работу. Но для того, чтобы Господь проводил свою работу на этом месте, есть условия. И я сейчас прочитаю это условие. Это записано в 15 глава от Иоанна, 7 стих. Если пребудете во Мне, и слова Мои у вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам условие для того, чтобы наши желания, они исполнялись, или просто-напросто они отпадали, надо прибыть в Иисусе Христе, то есть в Его теле. Так что, если еще кто-то на этом месте не занял место в теле Иисуса Христа, добро пожаловать. Добро пожаловать в тело Иисуса Христа, чтобы прибить в Нем. И Христос говорил, прибудьте во Мне, и Я в вас пребуду. Мы сейчас будем готовиться к тому, чтобы прославлять Его Святое Имя. Мы будем приготавливаться для того, чтобы все вместе, собравшись, взирать на славу Господню, чтобы преображаться. Мы готовимся к тому, чтобы благословлять друг друга. Мы будем готовиться для того, чтобы наши желания в этом собрании сегодня исполнились. Желания человека, они разные, в зависимости от времени, в зависимости от места расположения. Если мы приходим в ресторан, нам дают меню, и каждый выбирает по своему желанию то, что он будет кушать. Когда заходим в магазин, и что-то нам понравилось, одно, другое, третье, и не хватает денег, тогда появляется желание, чтобы было побольше денег. А когда все-таки этих денег не хватает, в человека бывают кредитные карточки, и он старается, чтобы его желание исполнилось, а после, когда начинает платить эти билы, он сожалеет об этом. Дорогие братья и сестры, я вот почему-то думаю, что кому-то из нас надо поменять свое желание сейчас. Кому-то из нас надо поменять свое желание. И вы знаете, наше желание, как часто, они нуждаются в корректировке. Когда дети, что будешь спрашивать, что будешь кушать, сладкое, мороженое, знаете, вот что дети, и родители делают корректировку, и говорят, нет, дорогой, вот сейчас ты будешь делать вот это, а после будет другой. И когда мы сегодня приходим в присутствие Господне, когда мы собираемся все вместе, вы знаете, должно быть сейчас правильное желание. Правильное желание должно быть в нашем сердце, чтобы оно исполнилось, знаете, чтобы оно исполнилось в нашем собрании. Если ты прожил на этой неделе, и в тебя что-то очень сильно беспокоит, и ты не можешь его купить, тебе не могут врачи помочь, тебе не могут кто-то где-то что-то помочь, если ты, может быть, на кого-то обижаешься, может, ты кому-то что-то сделал, и ты не можешь себе простить, может, ты мечтал о детях, и дети выросли, и они не оправдали своего доверия, твоего доверия, и ты сегодня разочарован. Вы знаете, может, ты получил профессию, учился много, потратил денег, и теперь ты в этом разочарован, потому что мы имеем прошедшее, мы имеем настоящее, мы имеем будущее. Прошедшее мы не можем изменить, оно уже было, оно повлияло на нашу жизнь. Прошедшее испортило наше здоровье, прошедшее кому-то испортило нашу судьбу, прошедшее что-то наделало в нашей жизни, и мы его не можем изменить. Если это так, сегодня желание нашего сердца должно быть, Господь, я хочу, чтобы ты исправил то, что было испорчено. Господь, я хочу сегодня чувствовать себя и быть праведником, святым. Господь, я хочу, чтобы настоящее, оно было счастливым. Господь, укрепи меня в вере, я хочу иметь четкую надежду, я хочу иметь четкое видение, четкое будущее с тобой. Господь, Господь благ, Господь чуден, Господь дивен. И сегодня Он на этом месте, чтобы нас благословлять, нас укреплять, и опять еще раз, мое желание, чтобы ваше желание, одно из моих желаний, чтобы ваше желание исполнилось в этом собрании. Группа прославления. Пожалуйста, выходите, мы сейчас будем готовиться для того, чтобы прославлять Господа. Желание моего сердца, опять же, чтобы сейчас мы прославили Господа, как Он достоин. Чтобы каждый из нас открыл свои уста и начали провозглашать, величать Господа. Он на этом месте. Чтобы каждый из нас, Он услышал Слово от Господа сегодня. Как вы думаете, что Господь хочет сказать сегодня вам? Какое бы слово вы хотели слышать сегодня от Господа, чтобы Господь сказал вам? Он же личность, Он реальный. Он тот, с которым мы можем сегодня поговорить, как мы общаемся, вот как мы встречаемся друг друга, задаем вопросы, говорим, с кем-то радуемся, когда повстречали, кого-то долго не видели, мы говорим, общаемся. Таким образом, чтобы мы поговорили с Господом, мы встретились, сказали, Отец, я благодарю Тебя, я вот очень доволен, что я могу вместе с моими братьями и сестрами пообщаться с Тобою, поговорить с Тобою. А Он говорит, я люблю Тебя. А Он говорит, я Тебя на этой неделе хранил. Он начинает напоминать, Он начинает касаться Твоего сердца, Твоей души. Вы знаете, братья и сестры, я знаю, знаете, что родители, отцы, матеря, я думаю, что кто-то из ваших детей нуждается, чтобы вы сказали им, я люблю Тебя. Это работа Господа, чтобы мы работали на уровне души. Как вы часто это говорите своим детям? Какая-то дочь мечтает, когда же моя мама скажет, «Я люблю Тебя» или «Сын»? Когда ты своим родителям говорил, «Я люблю Тебя, папа, мама», давайте мы научимся это слово говорить, давайте скажем, где мы сидим, «Я люблю Тебя». Пожалуйста, скажите, «Я люблю Тебя». Мы должны говорить это слово, «Я люблю Тебя». Как это сложно сказать, «Я люблю Тебя», потому что когда Господь говорит нашему сердцу, «Я люблю Тебя», это приятно, это хорошо. И когда люди слышат от нас, что «Я люблю Тебя», это приятно. Мы сейчас будем прославлять и величать нашего Господа. Он достоин. Он достоин фолы, Он достоин благодарности. Вы знаете еще, что после одного собрания я подошел к одному брату, я ему пообещал. Ты знаешь, брат, когда в моих руках будет микрофон, мы будем о Тебе молиться. Так что, Олег, выходи. Он нуждается в сильной молитве церкви. Потому что, когда я разговаривал с ним, я понял, что за него надо сильно молиться. Как вы думаете, братья и сестры, если за Олега надо сильно молиться, чтобы церковь молилась, за вас надо молиться или не надо? Вы нуждаете в помощи или не надо? Я тоже нуждаюсь. И перед тем, как мы будем славить Господа, когда мы будем величать, когда мы будем превозносить, я бы хотел, чтобы многие желания вашего сердца не исполнились, чтобы вы с радостью величали и прославляли Господа. Прибудьте в Нем, в Его теле, в Его общении, и тогда Он через вас будет проводить великую работу. И я бы хотел, чтобы эта великая работа, она состоялась в нашем брате Олеге. Давайте помолимся. Отец, я благословляю, величаю Твое святое имя, Господь. Аллинуя, фала, благодарение Тебе, живой и святой, живой и святой, чуден и дивен, Господь, аллинуя, слава Тебе, Господь Иисус, аллинуя, фала, благодарение Тебе, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за благодать и милость Твою, за простоту Твою, Господь Иисус. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Ибо Ты спас и оправдал нас, Господь. Аллилуйя, слава Тебе, ибо Ты привил в Своё тело, Господь Иисус. Аллилуйя, фала, благодарение Тебе. И мы сегодня собрались вместе, Господь, чтобы прославлять и величать Твоё святое имя. Отец, одно из желаний моего сердца, чтобы желание моих братьев и сестер сегодня исполнилось в этом собрании. Аллилуйя, фала, благодарение Тебе. Мы благословляем друг друга. Мы благословляем Олега в этот час, Господь Иисус. Аллилуйя, фала, благодарение Тебе. Мы благословляем все сферы Его жизни, Господь. Аллилуйя, фала, благодарность, ибо когда Он молодой, Когда Он любит Тебя, когда Он делает Твою работу, Господи, чтобы Он укреплялся, чтобы Он был силен, Господь Иисус, Аллилуйя, фала, благодарение Тебе, Господь, чтобы мы переживали Твои благословения через Его, Господь, Аллилуйя, слава Тебе, Господь, Аллилуйя, фала, благодарение Тебе, Господь, мы благословляем Его судьбу, Господь Иисус. И в начале нашего собрания мы благословляем друг друга, Господь, мы благословляем группу прославления, Господь, благословляем во имя Иисуса, мы благословляем ашерское служение, мы благословляем, Господь, техническое служение, Господь, чтобы был в нашем собрании, Господь, порядок, Господь Иисус, чтобы Твоя любовь наполняла сердца наши, укрепляй нас, Господь, наполняй благодатью Твоею, И Твоя слава да наполнит это собрание, Господь, чтобы мы взирали на Тебя, величали Тебя, благословляли, превозносили Твое святое имя, как Ты достоин, достоин, достоин хвалы и благодарности, достоин Господь Иисус, Аллилуйя, хвала, благодарность Тебе, Господь, Аллилуйя. Слава Господу, церковь, мы Вас тоже сильно любим. Боящийся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь ищет. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет Дом Израилев, благословляет Дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит Вам Господь более и более, Вам и детям Вашим. Благословенны Вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы, живые, будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя! Будем петь и славить Господа! Каждый мой день Тобой, наполнен, славу Тебе пою. Сердце мое горит любовью, поздаю полу Бог. Я никого Тебя дороже, не никого ценей. Лишь ты один достоин Божьей славы всей. Каждый мой день Тобой, наполнен, славу Тебе пою. Сердце мое горит любовью, поздаю полу Бог. Нет никого Тебя дороже, нет для меня ценей. Лишь ты один достоин Божьей славы всей. Славим мы Тебя, Аллилуйя! Ты дал нам счастье и спасенье, мне мой Господь помог. Дал нам надежду в искуплении, святый Бог достой. Кровь своей я мыл святой, открылись мои глаза. Лишь ты один достоин славы, Бог хвала. Сын, мечтей Тобой, наполнен, славу Тебе пою. Сердце мое горит любовью, поздаю полу Бог. Нет никого Тебя дороже, не для меня ценей. Лишь ты один достоин Божьей славы всей. Славим Тебя, славим мы Тебя, Аллилуйя! Слава 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 Тебя, славим мы Тебя, Аллилуйя! Каждый мой день Тебя, Аллилуйя! Слава Тебя, Господь! Слава Тебя, Господь, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же Господь! Мы благодарим Тебя, Господь! Мы пришли на это место, чтобы прославить Тебя, чтобы отдать Тебе славу и честь! Слава Тебя, слава Тебя! Господь, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя! Мы превозносим Твое имя, потому что оно велико, чудно! Потому что Ты наш Спаситель! Ты спас нас, Ты оправдал нас, Господь! Ты омыл нас, Господь! Когда мы погибали, Ты нашел нас, Иисус! Ты вывел нас, Господь, из всяких трудных ситуаций, Господь! Мы благодарим Тебя и мы славим Твое имя, Господь! Прими и хвалу, Господь, от народа Твоего, Господь! Прославляем Тебя, величаем Тебя и благословляем Твое имя, Господь! Мы любим Тебя, Господь! Будь прославлен, будь возвеличен, Господь! Слава Тебе за всю Твою любовь, за Твое водительство, Господь, за силу Духа Твоего Святого! Господь, что Ты ведешь нас Твоим путем И мы видим, Господь, этот путь в Тебе, Господь Слава Тебе, хвала Тебе, Иисус Благодарим, благословляем Тебя, Господь Так желаю быть с Тобой Я жажду слышать голос Твой Ты так нужен мне Тебе известны все пути Глубины сердца и мечты Все, что во мне возник Так желаю быть с Тобой Я жажду слышать голос Твой Ты так нужен мне Тебе известны все пути Глубины сердца и мечты Все, что во мне возник Иисус Поклоняюсь Тебе Поклоняюсь Тебе Бог, Ты так нужен мне Поклоняюсь Тебе Бог, Ты так нужен мне Пусть Ты истинна, Ты жизнь Меня так дивно сотворил Буду Тебя хвалить Тебе известны все пути Глубины сердца и мечты Все, что во мне возник Все, что во мне возник Поклоняюсь Тебе Поклоняюсь Тебе Бог, Ты так нужен мне Поклоняюсь Тебе Поклоняюсь Тебе Бог, Ты так нужен мне Поклоняюсь Тебе Поклоняюсь Тебе Аллилуйя, слава Тебе. 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 Аллилуйя, Господь, мы обманяемся Тебе, Иисус. Мы на этом месте, Господь, чтобы славить Твою святое в имя, Господь. Мы на этом месте, Господь, чтобы открыть наши сердца, Господь. Чтобы Ты просто вошел, Господь, силой своей, Господь. Очистил нас, Господь, осветил, Господь. Чтобы наша хвала, она была приятна, сердце Твоему, Господь, Боже мой. Пожалуйста, Иисус, помоги нам прославить Тебя достойно, Господь. Помоги нам, Господь, просто воздать Тебе хвалу из всего сердца, Господь. Боже мой, слава Тебе, слава Тебе, Господь. Очищай нас, Господь, мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся, Господь, в силе Твоей, Господь. Просто каждый день нашей жизни, Господь. Очищай нас, Бог, нас, Господь, не только здесь, не только по воскресеньям, Господь. Но просто помоги быть ближе к Тебе, Господь. Помоги быть ближе к Тебе каждый день, Иисус. Ты нужен нам, Господь. Мы без Тебя, Иисус, ничто, Бог мой. Только Ты, Бог нашей жизни, Только Ты, Царь нашей жизни, Иисус. Аллилуйя, Господь, слава Тебе. Аллилуйя Тебе, Иисус. Аллилуйя Тебе, Иисус. Я хочу исполнить волю Твою, Прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу видеть славу Твою, Наполни меня своей любовью. Я без Тебя не знаю пути, Куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, Как любишь Ты. Я хочу исполнить волю Твою, Прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу видеть славу Твою, Наполни меня своей любовью. Я без Тебя не знаю пути, Куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, Как любишь Ты. Очисти меня кровью своей. Не дай мне сойти с Твоих путей. Не дай мне сойти с Твоих путей. Очисти нас, очисти нас, Очисти нас, очисти нас. Я без Тебя не знаю пути, Куда мне идти и как мне жить. Я без Тебя не знаю пути, Куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, Как любишь Ты. Очисти нас, очисти меня кровью своей. Не дай мне сойти с Твоих путей. Очисти меня кровью своей. Не дай мне сойти с Твоих путей. Очисти нас, очисти нас. Очисти нас, очисти нас. Аллилуйя Тебе. Господь, мы нуждаемся в Тебе сейчас. Благослови нас, Господь. Пускай кровь Сына Твоего Иисуса Христа очищает нас, Господь. Пускай святость Твоя придет на это место, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, Боже. Благослови нас, Господь. Мы не желаем жить, как прежде, Боже. Но дай сегодня приблизиться к Тебе, Господь. Дай войти в это святое святых, Чтоб соприкоснуться с Твоей святостью, Господь. Наполниться Тобою, Боже. Мы не знаем сами, куда идти. Без Тебя нам нет, Господи, смысла в жизни, Боже. Ты веди нас. Ты наполняй нас. Ты очищай нас, Господь. Ты освящай, Ты благословляй, Боже. Мы просим Тебя, Иисус. Пускай милость Твоя и любовь Твоя будет с нами. Церковь, давайте благословим имя Господа в этой молитве. Прославим Его за все, что Он делает в жизни каждого из нас. Боже, Ты свят и праведен. Мы благодарим и славим Тебя, Господь. Мы величаем Тебя, Святый Бог. Нет подобного Тебе, потому что Ты один свят, Господь. Ты царь царей, Ты Бог богов и Господь господствующих. И все покорено под ноги Твоей, Боже. Иисус, мы славим и благодарим Тебя за то, что Ты некогда пришел на эту землю. Принял мой грех, принял грех народа. Зашел на крест, умер и воскрес ради нашего оправдания. Мы славим Тебя, Иисус. Что посредством жертвы Твоей, посредством крови Твоей мы сегодня имеем мир с Богом. Что мы сегодня можем называться детьми Твоими, Боже. Что Ты освятил, оправдал нас и приблизил к Тебе, Боже. Да будет имя Твое благословенно. Да будет имя Твое прославлено. Ты святый, чудный, дивный Бог. Ты один свят, Боже. Мы поклоняемся Тебе. Мы славим Тебя. Мы величаем Тебя, Бог Святой. Добрый Бог. Тебе хвала. Тебе слава. Да будет, Боже, во веки веков. Слава и хвала Тебе. Аминь. Слава Богу, церковь. Я думаю, сейчас будет уместно поприветствовать друг друга, благословить. Поэтому повернитесь друг к другу, благословите. Скажите, что рады видеть друг друга в Доме Божьем, в церкви. И можно, ну, мы немного еще останемся в наших ногах. Сейчас чудное время, прекрасное время для того, чтобы поблагодарить Бога. Чтобы не только, может быть, братья или группа прославления, но каждый принял участие в этом собрании. Если есть у кого-то благодарность, если есть у кого-то какая-то благодарность Богу в сердце, что Он делает в жизни. Эта неделя была такая обильная на события. И молодежный кемп был, по милости Божьей. И мы там были, слава Богу. И пикник, и разбор, и молодежный, и молитва. Жив наш Господь. Поэтому, если есть желающие рассказать молодежь, может быть, что было на кемпе. Может быть, кто-то хочет засвидетельствовать о вчерашнем пикнике, как Бог благословлял. Или среди недели, пожалуйста, проходите. Можно присесть, наверное. Хочу засвидетельствовать. Был вчера на пикнике, и Бог дал возможность пообщаться с двумя людьми из избранного народа. Скажу вам, было очень даже, с одной стороны, интересно услышать позицию, с другой стороны, было удивительно узнать. Но, как бы то ни было, жизнь такая, что есть кто-то с одной стороны живет, кто-то другую сторону предпочитает, третий где-то еще, так сказать, в мечтах витает. Но у каждого жизненная позиция выражена в его мыслях, словах. И скажу вам, было очень интересно услышать вот это вот противление, которое у человека. Он говорит, я не верю Богу. Он говорит, я не понимаю. Он говорит, я слышал про коммунизм, про то, что это абсолютно одинаковые вещи, что вы ходите в церковь, проповедуете, что коммунисты проповедовали. Фактически, те же тезисы с вашими десятью заповедями. Я вам скажу, что есть, есть сердца заблудшие, есть тьма, есть пустота. И так приятно почувствовать себя использованным Богом, засвидетельствовавшим о свете. Приятно, я вам скажу. Но еще даже больше добавлю, для этого и предназначена церковь, чтобы делами светить, чтобы словами свидетельствовать, чтобы поднимать своей жизни примеры, которые даже пускай поросли уже или припорошились, неизвестно чем, и когда, и как. Но я вам скажу, что в этом есть очень большое предназначение. И желаю вам находить эту возможность. Желаю просто вам вспоминать в себе свою жизнь, перебирать эти милости Божьи. Может быть, не все их вспомните, но вспоминайте и другим свидетельствуйте. Ну и, соответственно, все остальное, как и Библию читать, так и собрание ходить, так и молитва на своем месте должна быть. Вот оно, как бы, смысл полного Евангелия. Слава Богу! Слава Богу! Ну что, молодежь, есть свидетельства? Я могу подойти? Я первый, чтобы не подошел. Слава Богу! У нас прошел Кем. Вот эта неделя такая была активная, что, мне кажется, Кем был намного раньше. Но все прошло благословенно, никаких происшествий. Происшествие одно – это когда Бог действовал там. Аминь. И самое понравилось, что мне мысль, которую Андрей говорил, о том, что чем мы отличаемся от других религий или каких-то, ну, этих, там, буддизм. Они все тоже собираются на служениях. Они не то, как бы, каждый там саму Богу молится. Но единственное отличие – это помазание Духа Святого, который у нас верующих. Поэтому, если мы, наши дневнадцать, если у нас есть огонь Духа Святого, его помазание, то мы по-настоящему, истинно верим живому Богу. И этим мы и отличаемся от всех других, то, что у нас есть помазание Богом. Вот. Бог изменил многие жизни. Я думаю, давайте кто-нибудь засвидетельствуйте с Кемпом. Дима, я тебе скажу, кому подойти. Серьезно, кто-нибудь встаньте, сейчас подойдите, засвидетельствуйте, что было на Кемпе. Коман, гайз. Я не думала выходить, но был один такой нюанс, очень интересный. И для меня он настолько меня впечатлил и изменил, я, мне кажется, на всю жизнь запомнил. Я вот, когда я росла, я всегда чувствовала себя чуть-чуть. Вот именно в пении я всегда боялась. И я всегда это с сестрам говорила. Я боюсь петь микрофон. Я не смогу. Это не мой дар. Это не мне данно. И у нас был один вечер, последний вечер, у нас был вечер талантов. И наша группа, она была последняя. И выходит первая группа, у них там 4-5 номеров, выходит вторая и третья. У всех настолько такая насыщенная программа. И я так поворачиваюсь к нашей команде, я говорю, у нас всего лишь один полностью подготовленный номер. И я говорю, надо что-то сделать. И я так у каждого спрашиваю. И каждый человек такой, не-не-не, я не могу, я не подготовлена, я не знаю, я волнуюсь. И я сижу, и я вспоминаю вот первых полгода, вот когда я действительно пришла к Богу. Вот в прошлом году первых полгода была именно одна песня, которая меня очень сильно изменила. Одна песня, под которой я просто приходила постоянно в Божье присутствие. И эту песню в свое время, в чтении 7 минут, написал Андрей Шаповал. У меня просто пришло такое глубокое желание, чтобы выйти, и несмотря на столько, сколько я годами боялась, когда-либо петь микрофон, вот вместе с Андреем, вот спеть эту песню. И я знаю, что может быть не идеально, может быть где-то не было все супер. Но я знаю, что именно в тот момент я вот перешагнула свой комфортный зон. Я перешагнула вот в какую-то другую степень. И я просто прочувствовала, насколько Бог так сильно в тот момент вот увидел мое сердце. И это меня так изменило. Я очень благодарна Богу. Слава Богу. Есть. Так что, братья и сестры, с микрофоном это очень заразительно. И вы попробуйте. Да. Я хочу поблагодарить за вчерашний пикник. Прошел великолепно, очень здорово. Конечно, кто-то наработался очень-очень сильно. Руслан, Наташа, они сделали очень большую работу. Андрей. Так, другие люди, которые помогали, которые... Вы знаете, когда посмотришь, как все это происходило, настолько все устроено. И когда люди со стороны видят и говорят, что у вас так все четко, у вас так все хорошо настроено. Кто-то беседует, кто-то говорит, где-то играются. Вы знаете, это здорово. Это здорово, когда у нас есть такое время. Если вас не было, я думаю, больше, чем двух человек не было, да? А мы вас искали. Так что, братья и сестры, благословений вам. Благословений, кто трудился, а кто был и не трудился. У вас есть, знаете, даже так, пример посмотреть на Руслана и Наташ. Это благословенные люди в церкви. Я не хочу фалить их, я просто о них говорю. На которых можно увидеть и поучиться. Вот сказать, действительно, я хочу в теле Господнем работать, трудиться. Если они работают там, они и в других местах работают. Потому что у нас всего собрание два часа в неделю. Это за семь дней. Сколько часов? Сто пятьдесят с чем-то часов. И всего лишь два часа в церкви. У нас есть другие времена. Учитесь друг от друга, благословляйте друг друга. Потому что церковь Господня, это приятно, это прекрасно. Аминь. Ну что, братья и сестры, время наше вышло, которое нам пастырь выделил. Я тоже подытожу немножко благодарности. Ну, начну с пикника, наверное, с менее духовной, как кто-то это называет. Потом дойдем мы до кемпа. Я кратко. Вчера, наверное, в финал всего этого пикника был матч футбольный. Состоялся молодые ребята против семейных. И, ну, миром закончилось 0-0. Слава Богу, что без травм, без увечий. Потому что, ну, в таком спорте всякое бывает. Даже вот вчера домой пришел, ну, там кому повезло, кто в кроссовках. Кто никому не повезло, тот в сандалях разных. А кому вообще не повезло, тот босиком. Я был из третьей группы. И дома, ну, нужно было ноги отмыть. Смотрю, один палец не отмывается. Он просто, ну, посинел почему-то. Не знаю. Так что, ну, слава Богу, что маленькими потерями, что все живы, здоровы. Кто-то прихрамывает. Дядя Владимир тоже. Вот. И хочу также засвидетельствовать немножко о кемпе. Я был с молодежью. Ну, я тоже молодежь. С женой мы были. И именно, что мне понравилось, что мне запомнилось, знаете, вот в слове пребывали. И конкретно два дня, четыре раза служение было. Конкретно было слово, ну, через брата, через проповедь, через Библию. Просто сидишь, и он говорит, все, надо заканчивать. И, ну, время пролетает в присутствии Божьем, когда Бог через брата или через слово обращается к тебе непосредственно. Это огромное благословение. И, ну, я бы так это сравнил, знаете, вот когда в повседневной жизни живешь и, ну, кушаешь, да, то есть, как мы физические люди кушаем. Там где-то поел, там поел, там поел. Но потом приходит момент, где ты собираешься на ужин, может быть, в семье или еще где-то выходишь в ресторан, и там большой такой обильный стол. И ты можешь выбрать, как Виктор сегодня говорил, и можешь вкусно покушать, насладиться, ну, твое тело физическое, оно, ну, как бы, наслаждается от еды. И вот нечто подобное, наверное, я пережил на кемпе, когда, ну, может быть, суета или такая обыденность все время туда-сюда, туда-сюда, работа, дом-церковь. И ты просто приходишь эти два дня, приходишь утром, прославил Бога, идет слово к тебе от Бога, ты принимаешь его в жизнь, хочешь приносить плод. Вот вечером опять тот же самый следующий день встал, снова повторяется обильный Божий столб Божьего благословения, духовной пищи, и только можно возрастать, наслаждаться. Поэтому за все, слава Богу, я бы хотел еще раз вас призвать к молитве, чтобы мы, как церковь, были благодарны Богу за все, что Он делает в жизни каждого из нас. Хранит, оберегает, помогает, дает здоровье, счастье, дарует нам мир и покой. Мы живем в такой хорошей благословенной стране, мы не голодны, мы одеты, мы сыты, нам ездить переночевать. Так много-много благодарности есть в каждом из нас, я верю, в наших сердцах. Я бы хотел просто несколько стихов прочитать, мы помолимся. Это книга пророка Исаии. Несколько стихов я утром сегодня читал, получил огромное благословение, хочу просто так же поделиться ими. Мы поблагодарим Бога, прославим Его за все, что Он делает каждому из нас. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум Его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Это наш Бог, братья и сестры, Он дарует нам силы. Он дает нам шанс, возможность проходить все, может быть, трудности в жизни, которые встречаются нам. Он нас наполняет своей любовью, радостью, миром. Здесь в следующей главе также есть прекрасные стихи Священного Писания. Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя, десницей правды моей. Чуть ниже, 13 стих, ибо я Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Слава Господу, братья и сестры, давайте встанем и еще раз просто прославим нашего Бога, прославим нашего Отца за то, что Он держит нас за правую руку, то, что Он нас проводит в этих жизненных ситуациях, то, что Он нам дает все необходимое и потребное для жизни. Ему за все слава, помолимся. Боже, мы благодарим Тебя, Господь. Мы еще раз и еще раз приходим к Тебе в этой молитве, Господь. Боже, мы вместе, как одна семья, хотим возблагодарить Тебя и воздать Тебе славу, Боже, за то, что мы, Господи, в этой церкви, за то, что мы вместе, Господь, за то, что Ты спас нас и оправдал, за то, что Ты открылся каждому из нас. И мы сегодня знаем Тебя, Господь, что мы сегодня все идем в этот небесный Иерусалим. Слава и хвала Тебе, Боже. Мы благодарим Тебя, Господь, что в повседневной жизни Ты помогаешь нам, что Ты даешь силы, что Ты подкрепляешь, что Ты, Господь, даешь все, Боже, необходимое и потребное для каждого из нас, Господь. Ты хранишь нас, Господь, Ты оберегаешь нас, Господь. Здоровье мы имеем от Тебя, Господь, Боже. Мы все, что Ты, Господь, посылаешь в жизни нашей, принимаем, как от Тебя, как из Твоих святых рук, и благодарим Тебя, Боже. Благодарим за все эти события, которые были, Боже. Мы верим, что Господь еще больше нас ждет впереди, Господь, потому что Ты с нами, потому что Ты проводишь нас за правую руку, Господь, по этой жизни. Тебе пусть будет хвала и слава за все во веки веков. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня у нас в гостях, кто-то в гостях, кто-то не в гостях, кто-то свой. Представят библейскую школу, колледж из Стакомы. Да благословит Вас, Господь. Прекрасно сегодня быть в Доме Божьем. Как уже было сказано, мы из славянского библейского колледжа. И мы хотим поделиться с Вами, что Бог сделал в нашей жизни через этот колледж. Я выросла в типичном христианском доме, может быть, как многие из Вас. И мне всегда нравилось ходить в церковь. И мне нравилось одеваться красиво, видеть своих друзей, приходить в церковь. И это занимало целый день. И также есть много разных мероприятий, которые происходят в церкви, как уже было сказано. Пикники, встречи и другие мероприятия. И для меня, мое восприятие Бога, я никогда лично не знала Его. Это просто было для меня, как бы, вот эти все мероприятия и все, что происходило вокруг церкви. И у меня была старшая сестра, которая была студентом в этом библейском колледже. И я слышала, как она часто молилась и читала Библию. И я понимала, что что-то внутри у меня не хватает, потому что у меня не было желания это делать. И я решила попробовать это, хотя это было сложное время. Я начинала учиться в общественном колледже. Тем не менее, что-то внутри меня говорило, что я должна попробовать это сейчас или потом, может, будет поздно. И я начала ходить в этот библейский колледж, и когда я начала посещать этот колледж, я начала читать намного больше Библию и познакомилась намного ближе с автором Библии. И я помню многие вечера, когда я возвращалась с колледжа, просто слезы, они наполняли мои глаза. Потому что что-то, что учитель сказал в этом колледже, настолько касалось моего сердца. И как моя обычная жизнь в колледже, она продолжалась и стала немножко тяжело, поэтому мне пришлось остановиться с библейским колледжем. И я училась в это время в обыкновенном общественном университете, и там было время, когда мы проходили гуманитарные науки. И когда мы проходили в этих уроках разные эры, я немножко переживала, потому что не знала, как защищать свою точку зрения библейскую, христианскую. И я помню, что я приходила пред Богом, и я молилась, плакала пред Ним. И Бог, Он мне напоминал о том, в молитве, когда я обращалась к Нему, поддерживал меня, и говорил, что знание общественное, которое я получаю, оно все пройдет со временем. Но Слово Божье, оно всегда остается. Часто в нашей жизни мы любим все разлаживать по коробочкам и где-то поставить Бога в какое-то определенное место, нашу карьеру и так далее. Второе Тимофею, третья глава, шестнадцатого стиха. Слово Божье нам говорит, что все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И я хочу пригласить всех вас, чтобы вы присоединялись к нам в Славянском Библейском Колледже, особенно если у вас есть желание больше изучать Библию и познавать Бога. В конце, после собрания, мы будем там, в фойе, и поэтому если у вас есть какие-либо вопросы, можете подойти, и мы дадим вам информацию. Спасибо. Меня зовут Илья, я также со Славянским Библейским Колледжем. И я хочу вам рассказать, как это изменило мою жизнь. Я так же, как многие из вас, вырос в христианской семье. И пришло такое время в мою жизнь, когда я должен был принимать решения, я фокусировался на учебе, у меня были прекрасные оценки в школе, я был самым лучшим студентом. И пришло такое время, когда мне надо было сделать выбор, что я хочу заниматься в университете, учебой дальше, мою карьеру или Бог. И, к сожалению, я сделал выбор в пользу учебы и карьеры. И это отвело меня от Бога, от церкви. И это было прекрасно, хорошо, я изучался, учился, и встречал много новых друзей. И during that whole time, while I was in school, I was praying to God, so He would bless my new career. И когда я был в школе, на учебе, в университете, я все время молился, чтобы Бог благословил мою новую карьеру. Но не было никакого ответа. И я думал, что Бог согласен со мной, и Он не имеет никаких вопросов, претензий ко мне. Но пришел такой момент, когда оно все разрушилось. И в то время я понял, что Бог имеет нечто особое для меня. Я стеснительный человек, поэтому для меня я бы никогда не смог подойти на улице к какому-то другому человеку и сказать ему про Бога или про свою веру. И если кто-либо меня в университете спрашивал, какой религии я принадлежу, я говорил, что я католик. И я стеснялся сказать, что я есть христианин. Но когда Влад со Славянского Библийского колледжа пришел в мою церковь. И они говорили о этой миссионерской программе, которая у них происходила в том году. И я чувствовал, как Бог говорит в мое сердце, что ты должен это сделать. Это было тяжелым решением. Но я рад, что я сделал это. И, кстати, это было тяжелым решением, я очень рад, что я принял это решение. И когда я ходил, учился в колледже, я открыл для себя новые возможности, новые пути, как можно свидетельствовать человеку на улице. Я приглашаю также всех вас, молодые люди или постарше, какого бы возраста вы не были, если вы хотите научиться, больше узнать, каким образом вы можете распространять Слово Божье. Или просто хотите расти в вере сами. Я приглашаю вас также прийти в Славянский Библейский колледж, и это вам очень сильно поможет. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что мне уже переводчика не надо будет. Спасибо. Как пастор говорил, некоторые из других церквей, некоторые из этой церкви. И я очень рад быть членом этой церкви, хотя меня не всегда здесь и видно. Но слава Богу, что сегодня могли посетить вас Библейским колледжем. У нас сегодня пять служений. То мы по группкам разделились, благодарим, что дали время чуть-чуть. Спасибо за свидетельство. Очень духовительное. Сегодня первый брат говорил, мне только он сказал одно слово, о пустоте. И знаете, пустота это результат, чего мы делали до этого времени. Я недавно как покаялся, и стараюсь жить правильно, стараюсь познавать Бога, стараюсь расти. И очень часто, особенно находясь, я думаю, в эти времена, которые сейчас молодежь подрастает, или вообще в эти века, врага, одно из сильных оружиев, это просто заполнять человека пустотой. Это чтобы человек отвлекался, от чего Бог для него предназначил. И знаете, сейчас очень популярны стали эти мидии всякие, эти фейсбуки. Сейчас очень популярно стало множество музыки, которые называются верующими, там Божьего Духа вообще нету. Сейчас очень популярно на новости глядеть. Вот иногда заходишь на новости, наглядишься этих новостей, и не знаешь, или те правы, или не те, и внутри тебя такая пустота. И знаете, это нас меняет, это нас от Бога отвлекает и удаляет. Я в своей жизни иногда, ну, трудности бывают, иногда хочется просто на диван развалиться, и лучше что-то на интернете почитать, или лучше что-то поглядеть. Но, дорогие друзья, если мы хочем расти в нашей вере, если мы хочем, чтобы наша жизнь не была просто жизнь, где мы пришли в церковь раз в неделю и ушли, то мы должны познавать Бога, мы должны Его искать, мы должны свое сердце, заглядывать в наше сердце и смотреть, для чего, для кого я живу и чем я себя заполняю. И знаете, когда мы начинаем Словом Божьим себя заполнять, может, поначалу тяжело, может, бывают дни, где тебе это не хочется делать. Вот если человек захочет накачаться, я понимаю, что результат не будет на следующий день, это будет месяца, может быть, и года спуща. Точно так или вес потерять на диету, стараясь правильно кушать, заниматься, точно так и, Словом Божьим, это процесс. Сегодня, что мы начнем сеять, то это принесет плода потом. И я благодарен Богу, знаете, я не очень такой из учебных людей, я не любил школу, меня в школах выгоняли обычно. И знаете, такая была возможность, где наш старший, это в рэп-центре Игорь, он говорил, кто хочет пойти, наш Bible College, некоторых помощников спонсировал. И я уже как-то, чтобы, знаешь, отстатки мне был, думаю, ладно, поднял руку, давай я. Ну, все согласились, а то мы трубочки вытягивали, кто пойдет, и мне попалось идти. И когда я начал, вроде бы все хорошо было, но потом очень быстро оно надоело, очень быстро, знаешь, это учеба, занятия, проходить туда. Как-то надоело, я говорю, там у меня уже есть служение, зачем мне там делать, что мне там делать. Но знаете, я не сдался, я сказал, Господь, если Ты меня сюда послал, тогда я здесь буду. И вот спустя три года я, можно сказать, там застрял, теперь уже и помогаю, и просто Бог открыл новое служение, новых друзей, и это приносит для моей жизни благословение. Операторы, если могли, пожалуйста, высветить видеоролик, было бы хорошо. Бог призвал Савла. Когда-то Бог призвал Савла. Я не раз задумывался над этим, почему ведь у Христа были ученики. Библейский колледж – это место, где систематически изучают Библию. Библия – это центральная книга всего человечества. Без знания Слова Божия люди гибнут. В общем-то, в Библии есть буквально ответы на все насущные вопросы человечества. Дело в том, что молодежь, она любит общаться. И где, как ни в библейском колледже, и пообщаться. Если кто-то планирует в бизнесе быть, или кто-то там в медицине развиваться, библейский колледж нужно заложить в основу бизнеса, в основу своей карьеры. Тогда, сколько бы карьера ни строилась, она не проломает фундамент. Билли Грэма как-то спросили, вот если бы вы знали, что вам осталось жить три года, что бы вы сделали? Он говорит, два из них я бы учился. Оказывается, Саул был равен. Он учился у Нога Малиила, это одно из самых популярных учебных заведений евреев того времени. Вообще изучение Библии нужно не только пастору, проповеднику или миссионеру. Библию надо изучать всем, особенно в последнее время. Дело в том, что каждый из нас является служителем. Мы служим либо в семье, либо на стадионе, либо в церкви, но мы всегда кому-то служим. Ведь представьте, что у Саула и вообще у христиан, у них не было Евангелия. У нас сегодня есть Евангелие, Новый Завет, послание Павла, Петра, Иоанна. У тех христиан не было. Поэтому они проповедовали только на основании Старого Завета и проповеди Иисуса Христа. Это все знания о спасении, которые они имели. Для того, чтобы в этом времени пройти, устоять, еще Богу плод принести, нужно детально, глубоко изучать Слово Божие. Поэтому рекомендую изучать всем, кто действительно переживает за свою жизнь, изучать глубоко Библию. Бог призывает Салва как грамотного, нужного, знающего закон Моисея, знающего Тору, который создал целое учение в своих 14 посланиях. Кто думает замуж выходить и жениться, и крепкую семью создавать, обязательно нужно найти библейский калыш и глубоко изучать Слово. Особенно в этом мире. Я не знаю, что молодому поколению откроет Бог в наше время, но без изучения Библии, без глубокого знания Библии, они не смогут получать все откровения, которые нужны сегодня для молодого, нового поколения. Пройдет время, и это закономерно, мы будем жалеть о многих вещах, но никогда не будем жалеть, что мы изучали Слово Божие. Спасибо, можете включать. Итак, Библейский колледж, он, междуцерковное служение, туда не только, это вообще находится в Славе Christian Center, там, где пастор является Саянко. Ну, здесь люди даже из Саверета приезжают, так что кому далеко ехать, здесь вот Илюша, который свидетельствовал, он с Саверета ездил. Здесь у нас есть программа первая, это два года, это соусец получить, и есть вторая программа, это четыре года, это получить бэджлэрс. Также, если ты решил, там, на год просто пойти, сертификат получишь, ну, это лично для тебя. Я туда не ушел, чтобы, конечно, сертификаты получать или диплом, я просто пошел туда, чтобы лично просто Бога больше познать, и для меня это расширило мой вид на христианство и кто Бог является. Также у нас перевод, если кому надо по-английски тесты, или у нас есть перевод, это два раза в неделю, по понедельникам и по четвергам, от 7 до 10-15. И также у нас в этом году будет, как параллел до библейского колледжа, будут еще классы. Из этих классов, которые начинаются с сентября 8-го, это библейский колледж, и этот класс, это будет pre-marriage classes. Тех, кто обречены, или хочет жениться, или планирует, то этот класс для вас. Также в октябре у нас начинается alongside, параллель до библейского колледжа, это будет English class, это будет the basics of the Bible, и он идет 10 недель. И если Бог позволит дожить уже до Нового года, то после Нового года будет миссионерская школа, и этот класс также 3 недели. Если будут какие-то вопросы, то подходите к нам, мы будем сзади стоять с нашим флажком или плакатом. Пускай Бог вас благословит. Благодарю Владимир и всех, кто участвовал. Веня поскромничал. Ничего. Благодарю, друзья, у нас сейчас хорошее служение, это будет финансовый сбор. Я также хочу подтвердить, идите учиться. Это важно, это нужно всегда вовремя. Никакой возраст не может быть помехой для того, чтобы продолжать учиться. Кстати, у нас библейская школа наша будет. Кто не доедет, кто еще не ездит на машине, пожалуйста, у нас есть библейская школа также, которая будет начинаться, мы позже объявим об этом. А сейчас, пожалуйста, пройдите группу. У нас будет финансовый сбор на служение церкви, на служение евангелизации, на служение миссионерское. Да благословит вас Господь. Кто отлагает десятины, вы также можете сегодня это делать. Ну, обычно делаем первое воскресенье. Ну, да благословит вас Господь. Что есть? Да благословит Господь. Давайте встанем, будем петь. Мы нужны друг другу, но это не про деньги. Мы нужны друг другу, Бог нас спас не зря, Чтоб с тобою были мы друзья. Так давай служить теперь ты мне, а я тебе, Чтоб царство Божье было на земле. Мы одна семья. Мы одна семья, мы одна семья, Пролилась за нас Иисус сокровен. Мы теперь друзья, мы теперь друзья, И в сердцах у нас Его любовь. И в сердцах у нас Его любовь. Пожалуйста, присаживайтесь. У нас также в хвостях сегодня молодая пара. Дмитрий и Майя. И Майя споет, а Дмитрий кратенько расскажет о их служении между песнями. И пожалуйста, да благословит вас Господь. Они трудятся с бедными людьми в городе Ровно. Но Дмитрий немножко больше скажет. Я хочу вспомнить с вами историю Иова. Не дай нам Господь прожить его жизнь, но дай нам Господь остаться верным до конца, как остался он. Он жил в изумрудной долине, Непокрытой цветами. Богатые пашни обильно давали свой плод, И горы прохладную влагу дарили ручьями. На пастбище слоночных тучнел многочисленный скот. Сыны его были сильны и отважны, как тигры, А дочери были, как серный прекрасный навиг. Их дни протекали беспечно в работе и играх, А он, провожая закаты, пел песню любви. Пусть махомница не расцветет, И не даст плод глаза виноградная, Пусть маслина изменит мне, Голос хлебный на небе умрет, А пустеет вам барекле, Но я буду петь песню отрадную Про того, кто дороже всех, Про Господа моего. Но новые ветры подулись, Края печали, На крыльях своих испытания людям неся. Цветы среди жаркого лета внезапно увяли, И солнце померкло наполнились вглой небеса, И нива погибла, колосья зерна не родили, И высохли реки, скот в истощении пал, Врагов беспощадные орды детей погубили, Болезнями телом покрылась он тихо стонна. Пусть махомница не расцветет, И не даст вот глаза виноградная. Пусть махомница не сменит мне, Голос хлебный на небе умрет, А пустеет вам барекле, Но я буду петь песню отрадную Про того, кто дороже всех, Про Господа моего. Но люди пришли и сказали, Глупец, взгляни на реальность, Где твой творец? Где тот, о котором всю жизнь ты поешь? Ты в прахе лежишь, и ты скоро умрешь. Ты все потерял, а он не помог, Он не захотел, а может не смог, Он предал тебя, его отрекись, И хоть пред смертью грехом насладись. И тихо ответил там весь человек, Господь меня любит, И это навек. Не все, что творит, он я в силах понять, И скорби труднее, чем блага принять. Но знаю, что силу он даст все пройти, И веру в него до конца пронести. Одно лишь желаю, когда он придет, Раба своего пусть он верным найдет. Пусть смокомница не расцветет, И даст плот глаза виноградная, Пусть маслина и сменит мне, Хоть слепный на ней умрет, А пустеет вам барок лес, Но я буду петь песню отравную Про того, кто дороже семьи, Про Господа моего. И вновь побежали ручьи по исцовшему склону, И солнце померкло, И вновь свой на ласковый свет. Стадом, но пасутся на пастбище Злачных зеленых, И розы ожившей долине Даруют свой цвет. Опять зазвенели детей Голоса золотые. Болезнь оставили тело, И сила пришла. От нее в пену слова свои, Песни простые. Мелодия верной любви Над долиной плыла. Пусть макомница не расцветет, И не даст у глаза виноградная. Пусть маслина и сменит мне, По воскресну на ней не умрет, А пусть тень и тьма в барах лет, Но я буду петь песню отранную, Про того, кто дороже всех мне, Про Господа моего. Пусть макомница не расцветет, И даст у глаза виноградная. Пусть маслина и сменит мне, Полосы не на ней не умрет, А пусть тень и тьма в барах лет, Но я буду петь песню отранную, Про того, кто дороже всех мне, Про Господа моего. Скажем слава Богу, что у нас есть на кого смотреть. Есть те, кто прошли, и мы смотрим на них, правда? И лично меня мотивирует во многих случаях в моей жизни Слово Божье, большинство Слова Божье, потому что не всегда есть хорошие свидетельства, не всегда есть хорошие люди, много есть соблазнов, много люди спотыкаются, смотря на людей, даже на хороших лидеров, на больших лидеров смотрят, и люди спотыкаются. Поэтому я стараюсь для себя во множестве брать пример людей из Библии, которые прошли и остались верными, как в Писании сказано, смотря на кончину жизни их, да, подражайте вере их. И поэтому я хочу зачитать два места из Библии, немного скажу о том, что мы делаем, для чего мы здесь сегодня в вашей церкви. Иакова 1, 27. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». И второе место, которое я хочу прочитать, это книга «Притчи», 19 глава, 17 стих. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему заблагодеяние Его». Бог никогда ни у кого не останется в долгу. Это истина такая, библейская истина, жизненная, опытом проверена многими людьми. И как бы люди ни говорили, кто бы как бы ни говорил, что в его жизни что-то случилось, где-то Бог ему не отвечал, Бог промолчал, были сложные обстоятельства, и не было выхода, не было ответа или как-то по-другому. И хотят запятнать репутацию Бога другими словами. Но не так говорит Библия. Поэтому я мотивирую себя и сегодня вас словами из Библии, словом Божьим. «Благотворящий бедному дает взаймы Богу». Мы хотим после служения предложить вам диски. Мы понимаем, сегодня мы понимаем, что это уже далеко не популярно. Есть интернет, и мы можем что захотим, то найти там. Но как один человек однажды подошел, мы во многих церквях были уже, по несколько раз некоторых были, где разрешают, принимают, приглашают, мы служим, бывает свидетельствами, бывает словом служу, жена пением, стихотворениями, и люди благословляют, располагают Боги в сердце или не располагаются. Говорит один человек в одной церкви ко мне подошел, говорит, знаешь, мне не нужен твой диск, мне не нужны ваши диски, у меня их очень много уже. Но я просто куплю ради того, чтобы поддержать ваше служение. Пусть для кого-то это будет мотивацией. Это действительно перед Господом наши сердца открыты для того, чтобы служить людям. Есть вровно одна семья, там, муж, когда мы выезжали в Америку, это около четырех лет назад, он ремонтировал автобус, и его этот автобус придавил. И он умер. Он около шести часов пролежал, врачи говорили, что его можно было еще спасти, если бы кто-то был рядом. Там никого не было, это была старая автостанция, он снимал какую-то старую запчасть из старого автобуса, чтобы на свой поставить, и автобус домкрат упал, сошел, и его придавил этот автобус. Вот семеро детей осталось, и вдова, жена. И мы поддерживаем посылками, иногда просто деньги перевод делаем, время от времени, когда у нас есть возможность, и получается. И она благодарит, я иногда звоню, она говорит, как вовремя, как хорошо. И я славлю Бога, говорю, молитесь о нас, пусть Бог благословит все, что мы можем сказать. Есть другие одинокие женщины, также в городе Ровно. Есть люди, семьи в Киевской области, мы там были миссионерами, с женой около трех лет, и оттуда мы уезжали сюда, в Америку. А нужды остались прежние. Некоторые без жилья жили в каком-то лагере таком, где их кто-то нападал. Кому-то этот лагерь была, земля возле Киева, и кому-то эта земля нужна была. Прислали людей, их выгоняли среди ночи, зимой крышу снимали. Многие разные такие страшные вещи они переживали. И мы ходили, поддерживали их. И они нуждаются в помощи. Иногда мы тоже посылки высылаем. Однажды одна семья там, отец шестеро или пятеро детей у них, я уже точно не помню. Он наркоман. И он то освобождается, то опять стоит наркоманом в репцентрах постоянно. Ему уже переливание крови делали. И очень сложно. И жена сама практически воспитывает детей, и родители помогают. И мы тоже им выслали посылки, и там через знакомых узнали. Они говорят, так было вовремя, так было вовремя, вы даже не представляете. Мы просто говорим, Господь, слава тебе, что мы смогли послужить этим людям. А им по возможности передаем, чтобы молились о нас. Вот и все, простое такое служение. Если у вас будет расположение, мы будем благодарны вам. Пусть вас Бог благословит. Моя жена еще споет. Я учитель по вокалу. Если кто заинтересован научиться петь, как я, я передам все свои знания. И вы научитесь, может быть, даже больше, потому что у каждого человека есть свой голос. Тебя распяли, мой Господь, а ты с креста благословлял. Тебе хулили и кляли, а ты им, Боже, все прощал. Они с тобою на крестей свои надежды хоронили. О царской славы на земле о небесах позабыли. Им нужно было все здесь. Им нужно было все здесь. Им нужен был земной правитель. Они не поняли тебя. И не признали искупитель. Стекало стекало струйкой кровь из ран. Собою землю хорошая. И содрогались небеса за ходом действий на людая. Он не сошел с креста, распятый царь своим творением. Он не сошел с креста, он принял смерть без сожаления. Он не сошел с креста, ему как боль, не возмогая. Он не сошел с креста, как я прощаю. Слеза упала на ладонях, пронзенную руками грешных. Кто в небо плакала о нем? Рыдая тихо, безутешно, отвергнуть брошен и забыть. Толпа ушла, не понимая, что в этот миг там на кресте Твои страдания их спасали. Он не сошел с креста, распятый царь своим творением. Он не сошел с креста, он принял смерть без сожаления. Он не сошел с креста, ему как боль, превослагая, он взывал. Прости им, как я прощаю. Прости им. Воскресе 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 Слава Богу, дорогая церковь! Вы еще не устали слушать? Хорошо. Открываем Евангелие от Луки, 9 глава, и читаем Божие Слово. Как однажды Христос сказал, нехорошо отпустить народ неевшим, правда? Псалмы хорошо, но Слово Божие ничем не заменишь. С 27 стиха по 37 стих. Пожалуйста, открывайте все свои Библии, будем вместе читать. Что столько молодежи открывают Библии, постарше братья и сестры, что не носят с собой Библии. А ну-ка, поднимите свои Библии, поднимите, я посмотрю. Пожалуйста, выслежьте на экран, будем все вместе читать Слово Божие. Евангелие от Луки, 9 глава, с 27 стиха. Говорю же вам истину. Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. После сих слов, дней через восемь, взял Петра, Иоанна и Иакова и взошел на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. И явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи. Одну тебе, одну Моисею и одну Ильи, не зная, что говорил». Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их. «И устрашились, когда вошли в облако. И был с облака глаз глагорищий, «Сей и сын мой возлюбленный, его слушайте». Когда был глаз сей, остался Иисус один. «И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели». До сего места. Как вы, наверное, уже заметили, тема моей проповеди – это Царствие Божие. Мы пели псалом «Давайте же служить друг другу, чтобы Царство Божие было где?» На земле, правда же? Говорили им и так. Говорили, пели со всеми вместе, правда? Своими устами произносили. Братья и сестры, увидеть Царствие Божие – это мечта любого христианина. Я думаю, вы все мечтаете увидеть Царствие Божие, правда же? Это наша мечта заветная. Мы понимаем, что Царствие Божие – это нечто такое прекрасное, хорошее, уютное место, успокаивающееся, где нету тревог, где нету забот. Значит, это нечто прекрасное, очень благородное такое место. И люди мечтают, чтобы увидеть Царствие Божие. Иногда, когда, знаете, человек умирает на земле, ему уже приходят его похорона и говорят, «Царство ему небесное». Братья и сестры, я с этим не согласен. Мы должны говорить, «Царство небесное – это молодым людям, которые женятся». Пожелать им самого лучшего, прекрасного, вот чтобы жизнь их была как в раю, как в Царстве Божьем. А Царство Небесное, покойному – все, он же сделал для себя Царство это. Он же ничего не поменяет. Был он верующим, служил Богу, для него будет Царство Небесное с Господом. Не служил он Господу, жил во грехах. Пекло ему приготовлено, ад, мучение. И ничего не поменяет. Однажды Христос пришел к начальнику синагоги в дом. Ну и начальник, конечно же, своих коллег пригласил, всех фарисеев, вот, книжников. А Иисус, как всегда, со своей целью, к которой он пришел на эту землю, проповедовать Царство Небесное. И давай рассказывать вот этим же начальникам синагоги, фарисеям и книжникам, знатокам Моисеева Закона, Ветхого Завета о Царстве Божьем. И один фарисей так заслушался, ему так понравилось вот этот рассказ Иисуса о Царстве Небесном, что он даже не сдержался и выдал, и говорит, блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. Фарисей, ты же начальник, ты же проповедник Царствия Божьего. Он почитал себя недостойным. Братья и сестры, участвуя их учеников, Иисус говорил, молите же так, Отче наш. И в этой молитве Он сказал, чтобы они молили Отца Небесного о приближении Царства Божьего. Да приидет Царствие Твое. Есть такие слова в молитве? Есть. То есть Он говорил, чтобы мы молили Отца Небесного, чтобы это Царство Божье приходило побыстрее на землю и в нашу жизнь. В наши места, где мы живем, где мы работаем. Однажды фарисеями был спрошен, такой вопрос задан был Иисусу, когда они в очередной раз слушали проповеди Иисуса, и тоже Иисус продолжал о Царстве Небесном рассказывать. Они задали ему вопрос, скажи нам, учитель, а когда же это Царство Твое, о котором ты рассказываешь, придет уже? Каким образом, приметным, оно наступит на земле? А что Иисус ответил? Не придет Царство Божье приметным образом, каким-то видимым, но оно уже есть где? Внутри вас. О, у нас внутри есть Царство Божье. Удивительно. Наверное, фарисеи ничего и не поняли. Потому что, на начале надо было поверить Иисуса Христа, принять его учение, а затем было бы все ясно вот с этим Царством, о котором Иисус Христос рассказывал. Ну, вы знаете, есть в послании к римлянам написаны такие слова, что, что такое Царство Божье? Царство Божье – это не пикник, вот, который мы вчера были, знаете, ешь сколько хочешь, делай что хочешь, играй, разговаривай. Это не пищепитье, Царство Божье. А Царство Божье – это праведность, это мир, это радость. Вот это настоящее, истинное Царство Божье в человеке. Мы знаем много богатых людей, которые имеют пищу и питье в изобилии большом, в большом количестве, ни в чем себе не отказывают. Но, коль нет этой праведности внутри, нет этого мира внутри, то, как говорят, богатые тоже плачут, потому что мир, радость дает Господь. Поэтому, братья и сестры, мы с вами прочитали удивительную историю, вот, о которой рассказал евангелист Лука. Он сказал такие слова, что Христос, желая рассказать своим ученикам о Царстве Божьем, как я уже сказал, он ему много рассказывал, и почти все первые три евангелиста с одинаковым подходом подошли, подошли вот к этому преображению Иисуса Христа, о котором мы с вами прочитали. Рассказывая о Царстве Небесном, вот, Иисус хотел показать, ну, настоящую его силу. И евангелист Марк, он говорит, что Иисус хотел показать Царство Божие, пришедшее в силе. А евангелист Матфей говорит, что Иисус хотел показать Царство Божие, в Котором Сын Человеческий гордет во славе Своей. Вот это была цель Иисуса Христа показать ученикам, как наступило Царство Божие в силе Своей. И для Иисуса нужно было укрепить своих последователей, ведь же его служение уже подходило к концу своему. Он много уже рассказывал о Царстве Божьем, вот, а его, как сказать, в разных формах его показывал. Он говорил, что Царство Небесное или Царство Божие, оно подобно человеку, сеющему доброе семя на поле своем. Царство Небесное подобно жемчужине. Царство Небесное подобно неводу. Царство Небесное подобно сокровищу, закваске. Царство Небесное подобно человеку, который делал большой ужин и звал многих, и многими такими рассказами, житейскими, притчами, чтобы было понятно для слушателя Его. И Иисус рассказывал о Царстве Божьем с разных сторон, показывал. Старался нарисовать эту картину, как оно выглядит, это Царство Божие. Но вот Он сказал, что вот есть некоторые из вас люди, которые не укусят смерть, то есть не умрут, пока не увидят это Царство Божие в самом деле. Не просто в рассказе, в описании каком-то, а в силе, подчувствуют, побудут в этом Царстве. И, конечно же, ученики, они загорелись, чтобы скорее же увидеть это Царство Божье. И вот Иисус говорит, что есть некоторые. Конечно же, в первую очередь, Иисус с этими словами обращался к Своим только 12 ученикам. Вот. И мы читаем, что по прошествии дней восьми, некоторые говорят, что силы евангелисты, но не так это важно, но в том, что это событие произошло, Он берет снова же Петра и Иоанна, и его брата Иакова, и поднимается на гору, вот, Високую. Почему же Он только берет Петра и Иоанна? И возникает вопрос, почему Он всегда, Иисус, брал этих троих учеников? Всегда. Я думаю, что если бы в наше время такое происходило, мы, наверное, уже обиделись бы. Господи, почему ты их всегда берешь с собою? Идешь в дом начальника синагоги воскрешать дочь, и берешь опять же Петра и Иакова и Иоанна. Идешь на гору, и опять же берешь этих троих. Идешь в Герусиманский сад, оставляешь вот этих девять учеников, а остальных троих берешь с собой отдельно, с собою, там, чтобы они с тобой бодрствовали. Опять же, братья и сестры, наверное, они были особые у Иисуса Христа. Но мы дальше узнаем, что Иисус всех любил, учеников своих, и ко всем одинаково относился. Но впоследствии мы узнаем, что вот эти, Петр, Иаков и Иоанн, они должны были стать столпами церкви. И мы читаем, что как они отстаивали вот учение Иисуса Христа, когда приходила какая-то ересь в христианскую первую церковь, то Петр и Иоанн, они сильно отстаивали, потому что через некоторое короткое время мы читаем, что Ирод убил Иакова, брата Иоаннова. И вот остался Петр и Иоанн, они сильно боролись всяким ложным учением, они были этими столпами церкви. Возникал какой-то вопрос в церкви сложный, они же принимали эту ответственность, решение, вот как поступить церкви в данной ситуации, как быть, как видеть свое положение, как ее направить, чтобы она шла дальше по истинному христовому пути. Вот, и мы дальше читаем, что когда все ученики в Гавсиманском саду, когда взяли Иисуса, они оставили Его и бежали, а эти три любимчика, они остались с Иисусом, были с Ним, не побоявшись никакой опасности, угрозы для своей собственной жизни, даже прошли во внутрь двора первого священника, и там, чтобы видеть конец Иисуса. То есть они, мы видим, братья и сестры, что они сильно также любили в ответ Иисуса, Петр, Иаков и Иоанн. Итак, для чего же нужно было преображаться, меняться Иисусу Христу пред Своими учениками? Мы с вами прочитали эту историю, что Иисус взял их на гору, ну, называется, что эта гора была, скорее всего, Фаор, она не очень такая высокая, но сильно большая по объему, и нужно было далеко так подниматься по этому подъему небольшому. И вот на этой горе Иисус с ними начал молиться. А мы, как знаем из Евангелия, что Иисус всегда долго молился, правда? И вот, как всегда обычно, и ученики опять же засыпают. Не видя продолжительной молитвы Иисуса Христа, они опять засыпают вот на этой горе. А Иисус молился, и написано, когда Он молился, вот, вид лица Его изменился. Братья и сестры, все наши жизни, вот, все перемены, вот, все изменения, вот, все движения, вот, если мы хотим, чтобы они происходили в добром направлении, вот, правильном направлении, вот, они начинаются с молитвы. Молимся мы много, хорошее происходит. Получаем благословение, много прикладываем усилий в молитве, вот, мы получаем много благословений. Не молимся, мы многое в своей жизни теряем. И даже мы читаем в псалмах, есть такие слова, что те, кто поднимали взор к Богу, лица их просвещались. То есть, смотрите, молитва, она много дает для человека. Это удивительное средство, которое Бог повелел для человека совершать во благо же человеку. И все, что Бог делает для человека, Он делает в ответ на молитву. Поэтому, братья и сестры, на примере Иисуса Христа мы должны много молиться. Если Иисус много молился, то нам надо, может быть, в несколько раз больше молиться. Потому что у нас семья, у нас дети, у нас работа, мы живем в такое сложное последнее время, где много всяких ложных учений и тому подобное. Поэтому нам нужно как никогда стоять сильно-сильно на страже в молитвах наших. И мы читали, что когда Иисус молился, вид ли лица Его изменился, даже одежда Его поменялась. Другие мангелисты говорят, что даже белильщик на земле так не может выболить, вот как стала одежда Иисуса. Прошло, как бы сказать, все мгновение ока. И явились два мужа, которые беседовали с Иисусом. Как я уже сказал, беседа была продолжительной. Вот ученики, когда они проснувшись, увидели. И сразу же мы читаем, что они узнали. Петр говорит, хорошо нам здесь быть, сделаем трекущие. Тебе, Иисус, Моисею и Ильи. Возникает вопрос, откуда же Петр знал, что это Моисей или Илья? Ведь же Моисей жил до Петра полторы тысячи лет. Илья жил 900 лет. Фотографии не было, интернета не было, чтобы проверить. Откуда же знал, братья и сестры? Все начинается, знаете, когда мы попадаем вот в Божие присутствие. А в Божьем присутствии совершенное знание. Человек понимает без слов. Кто побывал, знаете, в выступлении, или в Вознесении, или в Божьем присутствии, он свидетельствует, что там все понимаешь без слов. Понимаешь без слов, братья и сестры. И вот эту мысль апостола Павел говорит, что теперь мы отчасти знаем, вот отчасти пророчествуем, но когда наступит совершенное, тогда узнаем все как есть. А теперь мы видим как бы свое туслое гадательное стекло. Отчасти. Понимаете, мы ограничены знанием. Но Петр, Иаков и Иоанн попали в это присутствие Божие. Они сразу знали, что это Моисей 100%, а это Илья. Они знали, поэтому, братья и сестры, пусть нас Господь благословит, чтобы мы понимали, что то, что мы знаем в нашей жизни, мы должны говорить. Смотрите, Бог нам дал Слово Божие, о Котором сегодня так много говорилось, чтобы мы должны изучать его, не просто начать его читать, а изучать, исследовать. И молодые люди сегодня рассказывали, какую перемену принесло Божие Слово в их жизни, когда они начали вот изучать. Это наш компас, это наш светильник, который нам светит в нашей жизни, указывает нам путь, как нам идти по дороге за нашим Господом Иисусом Христом. И мы должны, знаете, читать Божие Слово и идти за нашим Господом. Поэтому, братья и сестры, Иисус Христос сказал так, что если мы не знаем чего-то, мы не должны говорить, потому что мы ограничены в знании. Даже сам апостол Павел был очень такой, знаете, великим человеком, имея много откровений от Господа. И он говорил, мы отчасти знаем, отчасти, пророчным, отчасти говорим. А когда наступит совершенное, тогда узнаем, как оно все есть на самом деле. То есть, Бог нам дал какие-то ограниченные знания. Но у нас есть всего Божие Слово, мы должны читать. И то, мы читаем, что в этом Божьем Слове Иисус дал еще дары Духа Святого. И написано, дал слово знания и слово мудрости. Для чего? Чтобы нам открыть какую-то ситуацию в конкретном случае нашей жизни. Чтобы нам дать ясность, помочь нам разрешить какую-то проблему, или как нам поступить. Поэтому Он дал частицу своей мудрости, своего Слова знания. Не дал нам мудрость, дар мудрости, или дар знания, а дал слово. То есть, в конкретной ситуации, в конкретном случае, вот, на данный момент, Он дает нам это Слово мудрости, чтобы нам понять, вот, Божью волю разрешить правильно ту или другую проблему, или узнать, как нужно поступить по отношению к воле Божьей. Поэтому Господь говорит, чтобы мы, вот, говорили то, что мы знаем, вот. Поэтому пусть нас Господь благословит, и как написано в послании Колоссянам, да не обращает вас никто своевольным служением, служением ангелов, вот, вторгаясь в то, чего не разумеет и чего не знает, как будто знает. Поэтому, видите, Слово Божье нас конкретно предупреждает, чтобы мы внимательно изучали Божье Слово, исследовали его, вот. И здесь мы говорим о том, что когда вот это наступило преображение, и ученики, оказавшись в этом преображении, они понимали всего волю Божью. Знаете, я слышал такое свидетельство, рассказывал один брат, наш христианин, в армии служа, когда над ним сильно издевались, и вот пригласил уже в комнату этого брата христианина, и собрался весь высший состав этой части, и давай расспрашивать него, как он исцелился, потому что когда он резал деревья в лесу, ну, на лесоповале, и упало дерево, и переломало ему несколько раз позвоночник, и вот его просто уже как, чтобы добить его, его просто уже не лечили, а с этих носилок просто перекидали, как кусок мяса, вот, и ждали конца смерти его. Но когда его Господи исцелил таким явным чудом, вот, в этой части, и когда начальники собрались, чтобы, вот, узнать, как это произошло, и говорит, я стою перед ними, и так вижу такое светлое зеленое облако наполняет эту комнату. Говорит, когда пришло, так пришло ко мне, я так пал на колени, когда оно прошло дальше и коснулось этих начальников, они все падают на колени и каются, и говорят, мы грешные, помолись за нас, помолись за нас Богу, чтобы Бог простил из наших грехов, и как мы с тобой плохо поступали. То есть, братья и сестры, в присутствии Божьем мы не отнекаемся ни от наших грехов, ни от наших поступков. Мы друг перед другом, знаете, иногда говорим, извини, брат, ну получилось, не хотел, а Бог-то знает наше сердечное миление, почему я так поступил, братья и сестры. Поэтому мы перед друг другом можем извиниться, знаете, можем как-то выкрутиться, вылезти, но перед Богом, братья и сестры, никто не отнекается. Там все на свои места становится ясно, и мы понимаем, вот, все пред Божьим лицем, во свете лица Божьего, мы все поймем, всю свою жизнь, наши мысли, все наши дела, как мы делали, почему мы это делали, потому что Бог, это совершенное знание, совершенная премудрость, Он знает все и освещает так, как оно есть на самом деле, вот, и человек не сможет оправдаться. Поэтому так важно в нашей жизни, вот, следить за своими словами, за своими мыслями, вот, за своими поступками, чтобы нам не было стыдно, чтобы мы не опускали голову при лице Божьем, а чтобы, как написано, градет Господь, и мы могли восклонить нашу голову к Богу и сказать, гради, Господи, я ожидаю Тебя, братья и сестры. И вот ученики были в этом состоянии с Иисусом Христом на этой горе преображения, им было весьма хорошо, братья и сестры. И мы читали, что явился Моисей, появился Илья, и, беседуя с ним, вот, об исходе, который надлежало совершить Иисусу Христу в Иерусалиме. Мы уже знаем, что подходило Иисусу Христа служение к заключению Его земного служения на земле, проповеди Евангелия. И вот Он знал, что Его ожидает, потому что Он был Бог, Он знал, что Его ожидает, но Он был и человек. Иисус Христос неоднократно Себя называл Ясым Человеческий. Это Тот, Который служит людям. И если бы, знаете, просто Иисус Христос победил на Голгофе как Сын Божий, ну, то мы можем сказать, да, Ему легко было, Он был Бог, Ему легко было победить. Но Он был, знаете, в теле, Ему было тяжело тоже переносить страдания, зная, что Его ожидает. И вот Моисей и Илья, представители Ветхого Завета, как закона и пророков, они укрепляли Иисуса Христа, как человека, как Сына Человеческого. Для Моисея было чем поделиться с Иисусом Христом, потому что Моисей 40 лет нес служение народу израильскому, и неоднократно по его просьбам Моисея Бог прощал народ. Он говорил, отступи от них, я в одно мгновение их истреблю, а от тебя произведы народ. Но Моисей падал на лицо и заступался за народ Божий. Поэтому Моисей было, что сказать для Иисуса, как Сына Человеческого, так же и пророк Илья. Он жил, вот, время, когда на престоле был царь Ахав, своей, вот, язычницей, женой Елизавелей, которая ввела в Израиле поклонение в Аалу, и старалась истребить служение Богу за свои 30 лет. Она сильно искоренила служение Богу. И Бог послал пророка своего Илью, такого бесстрашного, сильного, чтобы он истребил это служение в Аалу и служение этой Елизавелии. И мы считаем, что Илья много сделал для народа израильского, бесстрашного, сильно проповедовал. И, конечно же, для Ильи так же было, что сказать Сыну Человеческому, то есть Иисусу Христу, что пред Ним предстоит, и как, ну, укрепить Его, и чтобы Он победил на кресте, вот эти мучения, которые Ему предстояли принести. Вот. Потому что Христос знал, что Он будет оставлен Отцом Своим Небесным. Мы читаем в Евангелиях, что когда Он же висел на кресте, то Он, как Сын Человеческий, обратился официально, вот, к Богу со словами. И не сказал, ну, Отец мой, что ты меня оставил здесь? А сказал, Боже мой, Боже мой, чего ты меня здесь оставил, братья и сестры? Это говорит о том, что Иисус был во плоти человеческой, Ему была боль присуща, Ему, садание было, так же мучило Его, Ему было тяжело это все нести. Но Он переносил это до конца. Написано, что ангел пришел и укреплял Его в ворении. И вот, поэтому пусть Господь нас благословит, братья и сестры, чтобы мы, понимая, вот, тот духовный мир, что Он существует, что мы служим нашему Богу Иисусу Христу, который не только говорил, не только учил, но и показывал реальность вот своего Царствия. То есть Он показывал для своих учеников реальность двух миров, духовный и материальный. Вот, и кто побывал в этом Царстве Божьем, вот, в Его присутствии, Он же, конечно, не хотел возвращаться на землю. Мы слышали много свидетельств, когда люди, я уже сказал, были вот в иступлении или же после аварии, как-то вот в коме, и в присутствии Божьем находились, и потом было им повелено, чтобы они возвращались назад на землю. Они так не хотели в свое родное тело возвращаться, потому что, как они говорят, там так хорошо, такое блаженство, а здесь страдания, а здесь тревоги, а здесь много неудобств. Поэтому, вот, кто побывал в этом Царстве Божьем, он не хочет возвращаться вот в обыкновенную жизнь на земле. Даже сам Петр говорит, Господи, хорошо нам здесь быть, зачем нам возвращаться, вот, спускаться с гори. Ведь, смотрите, когда ученики ходили с Иисусом на земле 3,5 года, и когда Иисус посылал их на служение, вот, то Он спросил однажды их, когда Я вас посылал без мешка и суммы, вот, на служение, имели ли вы в чем-нибудь нужду? Они отвечают, ни в чем не имели нужды. То есть, мы никогда не испытывали недостатка. Буря на море, Господи, усмири, Господь усмиряет. Голодные, пожалуйста, закинуть мне вот 153 большущих рыбы. Ешь сколько хочешь. Никогда нужды не терпели. Им было всегда хорошо с Иисусом. Но вот, побывав в Царстве Божьем на горе преображения, они пошутили ту разницу вот в земной жизни и жизни вот в Царстве Божьем, которое пришло в силе. И Победу говорит, Господи, не будем возвращаться. Давай построим вот здесь кущи и будем здесь жить вот с Тобой, с Моисеем и Ильей. Братья и сестры, пусть нас Господь благословит и даст нам силы, вот, чтобы нам следовать за нашим Господом и помнить, что есть Господь, который отвечает на наши молитвы, который наблюдает за нашей жизнью. И вот в этом отрывке Писания мы имеем таких две цели, вот, преображения Иисуса Христа. Во-первых, это была цель, вот, побеседовать с Моисеем и Ильею. Вот, укрепить Иисуса Христа, вот, с тем своим опытом служения, которые они имели, вот, в прошлое время. И второе, это показать, вот, силу Царства Своего Небесного и утвердить учеников в том, чтобы они не сомневались то, что Иисус им говорил. Вы знаете, это было новое, знаете, учение для учеников, потому что был ветхий завет, было служение в храме, вот, ритуалы были, но здесь учение, которое Иисус Христос принес, это было новое учение, вот, и нужно было утвердить учеников, чтобы они не сомневались. И мы читаем уже послание Петра, что Петр вспоминает это событие уже после воскресения Иисуса Христа, вот, после Его вознесения, вот, это событие на горе. Он говорит, мы были очевидцами, вот, реального Его служения и Божьей силы на горе, когда Он преобразился, и мы присутствовали там с Ним и видели славу Его, и слышали голос Божий, и мы вам свидетельствуем об этой славе Божьей, об этой силе Божьей, что Он есть истинно, Господь Иисус Христос, Который пришел в мир спасти грешников. Поэтому, братья и сестры, хотим ли мы в своей жизни преображение? Хотим ли мы, чтобы в нашей жизни вот это Царство Божие наступило? А Христос сказал, что Царство Божие, оно уже есть внутри вас. Радость, праведность, мир и радость. Посмотрите в себя внутрь, и вы можете дать оценку самому себе. На самом деле, Царство Божие внутри меня. Как один брат говорил, поговори с братом вот с этим, и такой мир на душе, этот час Царства Божия на тебя передается. А поговори с коварным, лукавим человеком. И куда-то так не уютно, кажется, не знаешь, как отойти от этого человека. Поэтому легко проверить свое сердце. Если во мне это Царство Божие, праведность Христова, мир Божий, радость во Святом Духе, кошелек пустой, может быть, карманы пустые, но, как апостол Павел говорит, мы нищие, но обогащаем многих. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Вдумайтесь в эти слова. Это слова человека, который пережил это Царство Божие, который имел это Царство Божие внутри себя. Имеешь Бога, ты имеешь все в своей жизни. Царство Божие в своей жизни. Поэтому давайте же служить друг другу, дабы Царство Божие было здесь, на земле между нами. Чтобы Царство Божие распространялось. Давайте же будем молиться нашему Богу больше и больше, чтобы наши сердца преображались, как апостол Павел говорит, взирая на славу Божию, преображаемся в тот же образ, то есть становимся похожи. Чтобы наши сердца преображались, это зависит от того, насколько мы будем пребывать в общении с Богом. И по мере нашего общения с Богом, вот его присутствия в учении Слова Божьего, вот в молитвах, в служении Богу, в Церкви Его, наше сердце будет меняться. Не будем этого делать, никогда преображение не наступит в нашей жизни. И тем более, Царство Божие не придет в нашу жизнь. Поэтому, братья и сестры, пусть нас Господь благословит и даст нам силы. Вот следуй за нашим Господом. Дорогой друг, я сегодня приглашаю, если ты не уверен, что Царство Божие внутри тебя, то сегодня есть для тебя время. Прийти сегодня к Христу, примириться с Ним, попросить Него прощения, и чтобы Царство Божие Христово, оно пришло в твою жизнь. Поэтому время молитвы ты можешь это сделать. А мы сейчас, дорогая Церковь, преклоним наши колени перед нашим Богом и прославим Его за это служение и за это Божие Слово. Аминь. Отец наш Небесный, Владыка жизни, слава тебе, Господи, благодарение, любящий Спасителю, Творец неба и земли, слава тебе, Господь, за милосердие Твое, Господь, за благость Твою, за силу, Господь, Царство Твоего, Господь, который ты пришел на эту землю возвестить, и она достигла наших дней. Слава тебе, Господь, за силу Твоего Царства, Господь. И вот ты сказал, что Царство Мое нет мира сего, Господь, но на нас с неба, Господь, пришло, Божие, слава имени Твоему Святому, слава Тебе, Господь, благодарим Тебя, Господь, вот ты открываешь нам сегодня, и мы можем познавать, Господь, силу Твоего Царства, можем познавать силу, Господь, Божию Твоего Слова, Господи, того общения, то есть ту сладость, Господь, ту праведность свою, той божественный мир, ту радость во Христе. Слава Тебе, Отец Небесный, Божий Всемогущий. Мы сегодня, Господь, нуждаемся в Тебе, Господь. Боже, кто еще не примирился с Тобой, Господь? В чьем сердце еще не наступило это царство правды, Господь? Твое божественное царство, Господь, сегодня откройся, Боже. Сегодня постучи в эти сердца, Боже, и в Твою милость, Господь. Дай им покаяние, Господь. Дай им осознать, что они нуждаются в этом, в Твоем царстве. И вот только в нем, Господь, истинное упокоение, истинное утешение, истинная радость и спасение от всех бед, которые грядут на всю вселенную. Боже Всемогущий, славим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, что Ты, Господь, заботишься о нас и питаешь нас этим хлебом, Господь, духовным. Даешь нам слово, пение, Господь, молитвы, слава Тебе. Благодарим Тебя за церковь Твою, Господь, которую Ты согреваешь, Господь, Боже, Своей теплотой, Господь, наставляешь, Боже, слава имени Твоему. Благодарим Тебя, Господь, Боже. И мы молим Тебя, Боже, пусть Твое преображение, Господь, Боже, которое, Боже, от Тебя исходит, Господь, которое Ты даешь, Боже, почувствовать нам на земле, Боже, наступает в каждой нашей жизни, Господь, в каждом сердце, Боже, на всяком месте, Боже, где мы находимся, помоги нам быть свидетелями Твоими, Боже, являя Твою славу, Господь, Боже мой, являя Твое царство, Господь, служить друг другу, Господь, чтобы Твое царство наступало, Господь, на всяком месте, и Твое имя прославлялось, Боже всемогущий, добыть имя Твое благословенно прославлено, возвеличено нашего доброго Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Дорогие друзья, несколько объявлений не задержу надолго, поэтому, пожалуйста, побудьте на местах своих. Во время объявлений мы сделаем сбор на служение. Вот Майи и Дмитрия, я думаю, что если вы пожелаете больше что-то вложить в себя, то вы можете подойти и купить диски. Поэтому, Ашеры, пожалуйста, пройдите, и мы сделаем этот сбор. Во вторник у нас будет разбор Слова Божия. Пожалуйста, кто еще не приходил, приходите. Если вы приходили дальше, приходите. Рассуждаем о различных служениях, о Духе Святом, о дарах Духа Святого. Очень важная, нужная тема на сегодняшний день. В следующее воскресенье подростковая младшая группа едет с Пакен, мы помолимся также о них, чтобы Господь благословил их и сохранил в пути. Хотел бы кратенько сказать о кемпе молодежном, поскольку молодежь не свидетельствовала. Я же тоже молодой и тоже там был. Вы знаете, присутствие Господне, оно сильное, во-первых, было. Господь действовал, и я верю, что изменял судьбы людские. И то, как Господь действовал, оно всегда как-то нестандартно, всегда как-то и в слове пророческом, и конкретно на людях, которые не могли даже стоять на ногах. Поэтому слава Господу за то, что у нас есть возможность такая, побыть в присутствии Его. Слава Богу! Кто не был, пожалуйста, на следующий год, когда будет молодежный кемп, просим, чтобы вы были, просим и настаиваем. Оно важно. Я понимаю, что мы не можем жить от кемпа до кемпа, от пикника до пикника или еще как-то. Мы должны ходить в присутствии Господня постоянно, но тем не менее, чтобы освежиться, ободриться, зарядиться, вдохновиться на служение, это очень и очень важно. Также большая благодарность, я уже, Виктор уже говорил об этом, и Ивановым, Руслану и Наташе. Также Виктору Клименко большое спасибо и за лодку, и за усердие в организации кемпа. Большое спасибо за организацию молодежи кемпа, молодежного также. Кате Плешкановой, в частности, Вадиму Зинкевичу, Антону Васюхневичу и многие другие, которые усиленно трудились там, лидеры групп и просто вдохновители, и Олег, и Кирилл, и Ваня также, Зубик был там, лидеры групп. Да благословит вас Господь, и да даст вам силы больше. И, пожалуйста, после вот этого фавора, после того преображения, на котором вы побыли там в кемпе, не оставайтесь просто в тени где-то. Найдите себе служение. Подойдите, скажите, где вы хотите быть. Или, если нужна подсказка какая-то, не сидите просто так в церкви, потому что мы, церковь Божия, тело Христово, каждый должен двигаться, каждый что-то должен делать. Предстоят у нас длинные выходные, ну, длинные три дня всего, чтобы штук пять или шесть было бы, конечно, получше. Тем не менее, мы будем молиться об охране Божией. Кто уезжает куда-то с семьями или как-то по-другому, мы будем молиться, чтобы Божье благословение пребывало на каждом. На каждом. Будем продолжать молиться за Украину и за Россию, чтобы эта война прекратилась. Мы не ставим свои политические амбиции ни туда, ни сюда, но мы ставим на то, чтобы Божья правда и сила восторжествовала и кровопролитие прекратилось. Будем молиться за Анну Петровну, это нашего Николая Петровича и Валентины Петровны, сестра, которая в тяжелом продолжает быть состоянии. И также за Николая, будем молиться, он уезжает в Беларусь посетить ее. И будем молиться также за Людмилу Кот, которая находится сейчас в больнице. Если есть еще нужды, поднимите, пожалуйста, руки своим. О, хорошо, нету нужды, да вы что? Мы будем молиться. Кто рядышком находится, пожалуйста, или возложите руки, или просто начните молиться. Я не перечислю всех, кто поднял руки, кто не поднял руки. Господь слышит, Господь знает, Господь слышит вопль. Также будем молиться за ваш калыч, да благословит вас Господь, и за нашу школу тоже будем молиться, чтобы и у нас было хорошо. Давайте мы все встанем сейчас, совершим эту молитву за нужды, и также будем молиться за Сашу Бучанина. Он уезжает в Молдавию со своей женой, чтобы Господь сохранил и благословил его там также. Небесный Отец, мы благодарны Тебе за это служение, за слово Господь. Иисус, мы так желаем преображаться, мы так желаем ходить с Тобою, да будет Твое божественное благословение и откровение в нашей жизни. Мы умоляем Тебя, чтобы наша молодежь, чтобы наши старцы, средний возраст, дети прославляли Тебя не только здесь, а здесь особенно просим, чтобы славили Тебя, но и на своих, Господи, в своих машинах, в домах своих, на работах своих, Господь, чтобы не стеснялись свидетельствовать о Тебе, говорить о славе Твоей, о правде Твоей, о благословениях Твоих. Боже, мы умоляем Тебя, благослови каждого, кто поднял руку. Иисус, Ты слышишь эти вопли и крики молитвы, Господь, крик души, да придет Твое благословение, Твоя охрана, Твоя защита, Господь, подай Твой ответ скоро. Аллилуйя! Мы молимся за библейский калыч в такоме. Благослови каждого студента, каждого учителя, благослови их и открой Твое новое, Господь, помазание, новое движение, новое видение и ведение для прохождения по этой жизни, где нелегко справиться со своими похотями и страстями. Боже, мы молимся за нашу библейскую школу, за церковь. Молимся, Господь, благослови, наполни Духом Святым. Господь, благослови Александра, будь чайнина, с супругой, благослови их, когда они будут лететь, взлетать и садиться во имя Иисуса Христа и также Николая Петровича, постав свою охрану и защиту, где ступят и ступят их ноги. Боже, аллилуйя Тебе, мы молимся о Украине, мы молимся о России. Господи, пошли Твой мир, пошли Твое благословение, научи, Господь, ценить человеческой жизнью, чтобы это кровопролитие было остановлено во имя Иисуса Христа. Господь, мы молимся за Ирак, где страдают христиане, где казнят христиан сегодня, за Сирию, где продолжается кровопролитие, за Ливию, Боже, Боже, во имя Иисуса Христа. Господь, прояви Свою милость. Движи африканские страны, которые поражены этим вирусом, и где также смерть надвигается на сотни и даже тысячи людей. Боже, Господь, много скорби в этом мире, и дай христианам в это время поднять свои головы к Тебе и воззвать к Тебе. Господь, дай наполниться Твоей силой и не оглядываться назад на какое-то отрепье, которое нам дьявол сегодня сулит и предлагает и заманивает к себе во имя Иисуса Христа. Мы молимся также за Людмилу, Кот Боже, благослови ее, исцели ее, коснись врачей во имя Иисуса Христа и их руки, да будет Твое благословение. Боже, благослови предстоящие выходные, поставь свою охрану и защиту над каждым из нас, над нашими семьями, в дороге. Благослови подростков, группу прославлений, которые поедут в Спаген, поставь свою охрану, Господи, вдохнови их, дай, чтобы это было не просто прогулка, чтобы это зарядило их для того, чтобы служить Тебе и благовествовать, славить Тебя и Твое имя провозглашать. Тебя, великого Господа, прославляем и величаем. Ты достоин, Господь, хвалы, наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Да будет шалом в ваших сердцах, да будет Божье благословение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok